Продолжается программа «Разворот на бизнес» в студии по-прежнему Светлана Занько и Олег Прохоренко. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Вот все-таки в каждой программе, Олег, какие-то открытия происходят. Только что были у нас в гостях монстры, так сказать, бизнес-индустрии, детской индустрии города Кирова, Кировской области. Алексей Шапин, директор компании «Илель» и Ольга Доротюк, директор компании «Фабрика весна». А сейчас вот у меня открытие, например, произошло, потому что пришел к нам в гости Константин Перминов, автор и разработчик различной продукции и брендов, я не знаю, только детской продукции или нет? — Больше да. То есть, скажем, все усилия сейчас сконцентрированы только на производстве и разработке иной продукции именно для детской индустрии. — Для детской индустрии. И вот то, что сейчас у нас на столе, вот эти наборы для рисования светом, я понятия не имела, что у нас такая история есть. И здесь есть наборы для большие, маленькие наборы для рисования, даже не представляю себе, так и хочется открыть и попробовать что-то вот сделать, нарисовать светом. — Обязательно после эфира порисуем. — Нет, мы не порисуем. Я уже придумала. У нас в открывашке в это воскресенье будет, как всегда, розыгрыш. Будут очень интересные, кстати, ребята, которые участвовали в ледовом шоу Ильи Авербуха, и у одного из них день рождения, и мы даже знаем, что мы ему подарим этот день. Ну и разыгрывать, конечно, будут подарки. — Ты сейчас раскрыл секрет практически. — А он не слышит, я думаю, у нас взрослые передачи. — Да, самое главное, что дети не слышали нас. — Взрослые передачи не слышат. Ну, давай знакомиться с нашим гостем и рассказывать про вот эти новые бренды и новые продукты. — Да, Константин, для начала просто интересно, откуда эта идея, затея делать вот такие интересные вещи, и почему именно для детей, а не для взрослого дизайна. — Ну, всем добрый день. Честно, наверное, рассказать о идее потребуется достаточно много времени, но вкратце я скажу так. Идея не появляется в тот момент времени, когда человек чем-то увлечен. Да, то есть он увлечен, то есть у него не то, что в момент зарабатывания денег, да, то есть чем отличается создание продукта и его идейность от создания, там, заработать денег. Например, да, то есть только фанаты придумывают продукт, но, как правило, часто фанаты не могут заработать в нем денег, да, потому что у них разная концепция, разное видение. Если говорим про «Звездное небо», то «Звездное небо» вообще была первая наклейка, разработанная со мной собственную, там, произвел ее, там, в 2006 году. То есть это порядка на рынке детских товаров уже 12 лет. То есть 12 лет назад я вот первый раз там создал наклеечку. Конечно, рынки, они не существовали, то есть это не какой-то там суперновинка, да. То есть просто я хотел сделать яркое свечение, максимально яркое. То есть часто бывает, что ты покупаешь продукт, и ты недоволен его качеством. И тебя смущает, почему он стоит дорого, а в нем эффекта заявленного его нет. Я решил, что, наверное, нужно сделать классный продукт, который будет нравиться всем и взрослым детям высокого качества. Константин, стоп, стоп, стоп. Мне интересно, я почему-то думал, что, ну, берешь, покупаешь оптом бумагу, вырезаешь определенные фигурки и так далее. Вы говорите о том, что вот это свечение, это там собственные разработки. Ну, смотрите, то есть мы сейчас разговариваем именно про наклейки, набор для рисования, это другая история. Ну, то, с чего все начиналось. Все началось с наклеек, потому что наклейки, свечение, то есть пленка, звездное небо, она существует. Но мы, как бы у меня изначальная задача, мне всегда тянуло производство. То есть мне нравится производить и придумывать. Здесь была задача именно произвести продукцию. Не купить, то есть не скопировать, то есть ее, а именно создать. Это ушло долго времени. И поэтому каждая наклейка, она разводит специальный порошок светящийся со специальным лаком. Все это покрывается, печатается на станке. То есть это прям целый техпроцесс, где врезается и сыграется. Вы сами составляли вот эту вот пропорцию, эту вот формулу? Нет, технологию, то есть мы, конечно, приобретали как вначале, то есть, ну, сложно сам узнать пропорции. То есть, ну, даже приобретая технологию, ушло очень много времени, чтобы создать продукт. И когда я до сих пор помню тот момент, когда я ехал в автобусе, там, в 2006 год, я сделал первую там партию наклейчиков, 100 звездочек было, всего лишь 100 наборов звезд. Я ехал и осмотрел на них, как они светились, это в автобусе было приглушено, свет быстро накапливают. Я смотрел и думал, какое же это счастье, да? То есть делать впервые свой продукт. Конечно, я их не продал, я их просто подарил. И эффект был вау, всем очень понравилось. Все стали говорить, можно ли еще. И тогда, в этот момент, я подумал, что, наверное, можно построить на этом бизнес какой-то. Но это целый был путь. Не так все просто оказалось, как кажется. А все-таки, вот где вы увидели, столкнулись с этой штукой и захотели, сказали, вау, я хочу такую сделать сам? Вообще, то есть, и в определенный момент, в 2006 году, как раз, я помню, что очень было мода делать машины автомобильные. То есть, все делали их круто, диски красили, то есть, внутри там седодиоды. Уже винилом, наверное, обтягивали. Тогда еще винилом не обтягивали, да. То есть, вот я увидел в интернете идею диски для колес, которые светятся в темноте. И у меня не было автомобиля, у меня товарищ увлекался этим. И он говорит, давай покрасим. Он говорит, круто, давай. И мы хотели сначала красить реально автомобильные диски, светящиеся краской, чтобы они ночью светились сами по себе. И история началась с этого. Когда я познакомился с людьми, которые производят эту краску, то есть, поставляют ее. Они мне начали рассказывать все эти процессы, и я понял, что диски-то это не для нас. Ну, то есть, это не те инвестиции, не те деньги. И я начал экспериментировать. То есть, когда человек творческий, он начинает эту краску использовать много где-то. То есть, я делал всякие звездочки. То есть, шнурки для стойных телефонов, когда еще на шее делали, тоже продавались. Но они светились не очень. То есть, я сделал хорошие яркие шнурки. Но когда я понял, что шнурок стоит, например, 120 рублей, мы ему потратили день, чтобы сделать. Потому что не так все оказалось просто. То есть, здесь никакого зарабатывания на этом не было. И постепенно, да. То есть, звезды появились тоже. Они не то, что там я увидел и буду делать звезды. Нет. Они появились в процессе эксперимента. Ты когда начинаешь понимать, на что тебе хватит денежек, да, создать, что-то разработать, ты начинаешь считать. Потому что материалы стоят денег. И так я пришел от большого к малому. То есть, научитесь зарабатывать хотя бы там из 20 рублей сделайте 40, да. А не сразу там с 20, там 30 тысяч. То есть, я вот прям по копеечке, по копеечке увеличивал какой-то товароборот, чтобы это все как бы стало больше, чем хобби. Но в итоге-то это было больше, наверное, хобби, чем бизнес. Именно в 2006, 2007, 2008. То есть, это было больше. А когда это уже приобрело вот эту упаковку красивую, дизайн и какие-то ходы именно по продвижению? Бренд появился. Вот я вам скажу, что бренд в 2013 году, я выиграл конкурс в Центре поддержки предпринимательства. То есть, много разных конкурсов. Я выиграл конкурс на 450 тысяч рублей. Это беспроцентный взаим. Это вообще не взаим. Это просто грант, который на предоставление. На стартап. На стартап, да. И вот моя идея заключалась в том, что из просто наклеечек, они были пакетики дешевые, сделать реально бренд, реально сделать интерес. И у меня появилась идея. Мы не стали продавать просто наклейки. Раньше продавали просто наклейки, то есть, светится в темноте. Потом мы стали продавать как набор для творчества. Вот, например, большие наборы мы защищали. В набор, потому что входят не только наклейки, там есть карта раскраска, есть стикеры с информацией. То есть, уже люди, когда родители с детьми занимаются оформлением детской комнаты, они занимаются образованием. То есть, они вкладывают знания в детей. И когда выключают свет, детишки рассказывают, «А вот это планетка то-то, то есть, уже идет взаимодействие». Нам было важно сделать, чтобы увеличить ценность продукта. Такого продукта на рынке до сих пор нет в России. Но его никто не копирует. То есть, можно вообще повторить карту звездного неба, ну, хотя бы приблизительно. Да, там у нас, вообще, то есть, он разработан, то есть, мы все, что мы разрабатываем, мы не делаем просто там пальцем в небо. Я привлекаю специалистов. В звездное небо были привлечены специалисты планетари. Они нам помогали писать вопросы, какую информацию будет понятна для детей, то есть, именно на стикерах, да, как расположено. То есть, вот я прочитал, ну, нет, наверное, 5 или 6 книг по звездному небу, чтобы собрать информацию, плюс планетарий. И вот благодаря этим опыту, то есть, вообще, инновация и разработка новых продуктов, это сбор информации с определенных людей, которые профессионалы в самом деле. То есть, вот у меня есть идея, я нахожу, и появляются такие люди сами себе. Понимаете, то есть, это как? Мне вспоминается почему-то аналогия Стива Джобса, который привлекал, с одной стороны, технорей, с другой стороны, дизайнеров и маркетологов. Они садились и начинали там технически невозможное делать, технически возможно, потому что дизайнеры сказали, что так должно быть. А маркетолога говорит, это полная фигня, вы должны сделать вот такой продукт, для того, чтобы он пошел на рынок. И вот этот конгломерат, он создает как раз уникальный продукт. Все верно, то есть, здесь, в принципе, я же во время не скажу, что это много читал, я занимался тем, чем тебе нравится. Самое главное, наверное, успех вообще, то есть, в бизнесе, в любом даже, заниматься тем, что нравится. Мне нравилось создавать, делать звезды. И звезды, это оказались отправной точкой уже к бизнесу, к новым продуктам, к новым видениям и к созданию уже, наверное, такой, ну, реально какой-то корпорации. Приверемся на полминуты, очень интересный разговор, продолжим после короткого перерыва. Продолжаем разговор в рамках нашей программы «Разворот на бизнес». Напоминаю, тема «Все лучшее детям», как чувствует себя детская индустрия Кирова. И мы говорим сейчас с очень креативным человеком, Константином Перминовым, который не просто создал звездное небо, он вышел на другой уже уровень, на другую орбиту, я бы так сказала. И вот сейчас делится, Константин, своим опытом. Прервались мы на том, что в итоге от маленькой звездочки, даже не от маленькой звездочки, от флюоресцирующих дисков машины, мы пришли к шикарному продукту, который сейчас у нас есть на столе «Звездное небо», полностью упакованному, познавательному. Я была поражена, что вы привлекали специалистов планетария. Да, этого очень интересно. Мне запало, что действительно Центр поддержки малого среднего бизнеса, который у нас работает, Фонд поддержки, что он позволяет создавать вот такие уникальные продукты, которые идут дальше, и я думаю, что даже за пределы области, и за пределы страны. Ну, вообще, да, то есть, наверное, я скажу всегда, я в многих участвовал в грантах, в многих конкурсах, я вам скажу, что реально это не на словах. То есть, вот, если у тебя хорошая идея, и даже самое главное в продукте, то есть, бизнес-план, да, все здорово, но идея, если у тебя реально шикарная идея, скорее всего, ты это и выиграешь, тебя поддержат, и это твой степень, как бы, возможности развития. Потому что, как правило, производство, там, товары, все требует больших денег. Если мы рассматриваем индустрию, то есть, ну, рост, например, да. Но эти идеи надо было продать. Ее нужно продать было приемной комиссии, и я скажу, что тот кейс, который я рассказываю частенько, то есть, в тот момент, когда я защищал звездное небо, перед комиссией было 8 человек, то есть, в этот момент я продал 4 набора. Им же, членом комиссии. То есть, это было, ну, это было впервые, за всю историю, ну, вот так, настолько ярко, красочно, идейно, хотя они были прототипами, с тем учетом, что они не массовый тираж был, но они их захотели приобрести прямо здесь. То есть, мне даже немножко стало было как-то так неудобно, но как-то необычно, потому что такое редко происходит. Зато вы сразу поняли, что это будет востребовано. Да, да, и, конечно, я ей сказали, что да, вот, вот как должны проходить защиты бизнес-планов, и что значит создавать классный продукт, потому что когда его хотят купить прямо здесь и сейчас. А что произошло потом? Вот вы защитили, получили грантовые деньги, как производство наладили? Здесь всегда вопрос, что задает наладить производство, это покупка дополнительного оборудования, которое ускорит процесс производства, например, да. Но я вам скажу так, что объемы, то есть, когда мы создаем продукт, когда мы делаем единицу, она всем нравится. Вот этот продукт, например, «Звездное небо» наборы, их нужно распечатать каждому покупателю, показать, и тогда он покупает его. В магазине же продавцы не всегда рассказывают так ярко, здорово, красочно о продукте, что покупатель его приобрел. Сейчас интернет позволяет это сделать. Да, интернет позволяет, но я к тому, что, поэтому, когда мы, например, говорим о покупке оборудования, то есть увеличиваем производство, мы забываем о том, что оно нам даст. Оно нам дает объемы, а продаж, что оно не увеличивает. И поэтому важный фактор теперь, мой опыт позволяет в том, что нужно не покупку оборудования первоначально делать, а нужно просто увеличить количество материалов и продать куда-то. То есть, именно немножко по-другому. В тот момент все же приходят по опыту. То есть, я поймал на опыте плюс, минус, потом снова плюс, снова минус. Все-таки производство-то в Кирове налажено. Да, да, да. Сейчас напечатаем все в Кирове. То есть, упаковку нам делают. Вообще, все производится, скажем, в Кирове. То есть, упаковку вот эту шикарную делать, тоже у нас там кировская типография. То есть, и когда мы приезжаем в Москву на выставку, либо на переговоры, они все говорят, хорошая упаковка, я говорю, в Кирове не говорят. Да ладно. То есть, мы еще поддерживаем местное производство и рассказываем о том, что мы реально здесь в Кирове делаем крутые продукты, и у нас все на уровне. Это кировская область, знаете, как раз? Которая на московской. Московская производство. Потом печать вверх. И сейчас на какие объемы вышел этот продукт? Ну вот по звездному небу мы отгружаем, например, на московский планетарий. То есть, наши достижения, то есть, это польза спроса минов в планетариях. Московский планетарий, это тот, наверное, один из самых топовых вообще в России, в которых было очень сложно попасть. Но, тем не менее, личные переговоры, и харизма мне помогли туда попасть. Он ведь запущен был, по-моему, 3 года назад. Ну там он реально очень крутой. То есть, я к ним приезжаю в гости, я всегда захожу снова посмотреть. То есть, это основные покупатели ваши? Это один, вообще планетарий, это основные покупатели. Точка продаж. Это основная точка продаж, где продукт хорошо продается. Как? В магазинах, например, да, то есть, где, например, продавцы, так скажем, мало рассказывают, либо не рекламируют. Но они не мотивированы. Не мотивированы, да. То есть, продукт медленно продается. То есть, есть горячие, то есть, вообще прям горячие продажи, когда, то есть, прям популярно. А есть вот такой, раз, набор, два набора продались в месяц. Постепенно, постепенно. Где-то продается, где-то. До сих пор нам приходится его продавать лично, рассказывать, показывать. То есть, вот происходит целая работа. Это о том, что как бы медленный продукт, есть горячий. Какие объемы сейчас производства «Звездного неба»? Ну, где-то, наверное, тысячу-полторы, то есть, наборов в месяц мы производим. Тысячу-полторы наборов в месяц? Это по, вместе суммарно с маленькими наборами. То есть, это вот, ну, примет такой диапазон. В Кирове продаются эти наборы? В Кирове в сумме представлены. В сумме представлены. А я помню, что мы когда разговаривали с Светланой Шумайловой, которая сейчас возглавляет наш космический центр, они тоже планируют там сделать продажи, чтобы было логично. Мы вчера обсуждались с друзьями тоже. Но вот пока еще не выставили. Мы что, фирменный стенд собираемся сделать? Ну, чтобы прям красиво, понимаете, в центре. У нас в городе должно быть вообще... Не, ну, космическая еда там идет, почему бы не быть там звездным небом? Слушайте, замечательно. А вы с ними уже как-то контактировали, с космическим центром? Мы давно, может быть, пару лет назад в музее космонавтики, когда, то есть, рядышком, мы с ним даже не продавались наши продукции. То есть, мы в Нижегордском планетарии продавали активно. Ну, в Ижевском. То есть, у нас есть точки соприкосновения, а в основном это планетарии. Просто не со всеми планетариями получается договориться, потому что по уставу у них, например, они не могут продавать продукцию. Наш космический центр может. Они планируют и кафе открыть. Я надеюсь, что Светлана Витальевна нас слышит. А мы с ней разговаривали в этом эфире. Здесь, в этой студии, они планируют и кафе открыть, и сделать хорошие стенды с продажами. И мы... Я вот не видела этой продукции, просто не знала, но мы там креативили очень много чего, потому что светящийся зонтик классно, мне кажется, пошел бы, например, да, шнурки там, я не знаю, для детей, вязаные светящиеся шапочки или что-то такое. Я думаю, они, в принципе, сделают, возможно, как в московском планетарии, там очень здорово сделано. У них тематический отдел. То есть, вот прям видение для нашего центра, шикарное, мне кажется, нужно делать прямо так. Да. Константин, когда вы поняли, что продукт пошел, то есть с какого момента продажи пошли в рост, благодаря тому, что вы пушили, пушили, там, вкладывали деньги в маркетинг, в продвижение и т.д. Ну, я вообще скажу, что до сих пор, как бы, мы вкладываем, да, то есть, именно в разработку. Но я скажу, наверное, дизайн, когда переделали, сделали ребрендинг, когда сделали, там, мы соберем продукцию, например, увеличили, то есть, именно из больших наборов. Большие наборы медленно продаются, маленькие легче продаются, маленькие дешевле. Большие наборы не каждый потребитель там расскажет, распечатывает, расскажет. То есть, в основном вся проблема, это, наверное, продуктов большинство, это человеческий фактор. Вот я всегда говорю, если бы можно было у меня поставить каждый магазин в стране, в детский, и разделить на два, да, то есть, и то вся продукция продавалась бы более, не то, что наших брендов вообще хорошо, потому что потребителю не хватает информации, чтобы с ним побеседовали, рассказали, то есть, вот, именно этого не хватает. Не могу не согласиться. Если же члены комиссии купили четыре набора, чего же не продать за мотивированный покупателем? Не могу не согласиться, у меня просто был на днях опыт, недалеко от нашего дома открыли магазин профессиональный, там, для салонов косметики, шампунь, вот это вот все. Мы пришли туда с дочерью, мы потребители, две женщины пришли. На нас вообще не обратили никакого внимания, и когда мы стали задавать прямые вопросы, у нас был конкретный запрос, чего мы хотим, не знаем, ну, вот, посмотрите тут сами. Вот такая история. То есть, вместо того, чтобы выйти с двумя сумками косметики, да, мы там купили что-то там чуть-чуть совсем, потому что надо попробовать, мы не знаем, какой эффект от этой продукции. И это было очень странно даже. Моя невзрослая еще дочь вышла и сказала, да, ну, что-то они тут подкачали. Вот в этом, да. И самое интересное, что в большинстве небольших магазинов, так скажем, продавцы, более квалифицированы и не больше уделяют внимания всем покупателям. Это мы заметили вообще в большинстве сетях. Это факт. Следующий этап после «Звездного неба» какой был? Ну, там после «Звездного неба» было очень много коллабораций, что я только не придумал. Но мы перейдем к тому, что 3,5 года примерно назад, уже даже, может, почти 4, появилась идея. Я где-то, может быть, даже, наверное, уже год не помню. То есть, я привез шоу световых картин в Киров. То есть, ну, кто-то, уже кто-то покупал, в Кирове выступал, то есть, но я привез шоу световых картин, оборудование мне ребята сделали, чтобы рисовать светом в темноте. Мы выступали на свадьбах, в корпоративах, то есть, даже сейчас иногда еще выступаем. Мы, кстати, хотели, думали, наверное, органочные вещи, но взяли другое немножко шоу. Ну, да, это как раз из того. И когда я в тот момент, когда я покупал оборудование, то есть, это прямо было, когда я вез, у меня всегда же мозг творческого человека работает таким образом. Когда что-то приобретаешь, ты думаешь, не только там в Кирове, например, там выступать и что-то. То есть, нужно создать какое-то, уже много шоу, кто выступали в разных городах. Была идея придумать что-то, чтобы было интересно и в масштабе страны всей. Вот хотелось это. То есть, идея возникла. И чтобы каждый мог попробовать. Ну, в тот момент еще даже об этом не думал. Я просто думал, что-то придумал. То есть, мысль в космос мы отправил создать продукт какой-то, что-то для чего-то, чтобы это было в масштабе. То есть, потому что я вез уже оборудование. Вот он прям всю ночь ехал, я прямо в ожидании был. Оборудование для чего? Для рисования светом. Это мы большое, именно для свадьбы, чтобы свадьбы корпоративы проводили. То есть, была идея просто что-то еще сделать. То есть, не просто в Кирове, например. И в определенный момент времени на нескольких мероприятиях я увидел момент, когда детишки после свадьбы, после выступления, они подбегают, они хотят потрогать, порисовать. И возникает проекция. То есть, не просто дать им порисовать. А почему? Вот мы производим, ну, мы выступаем шоу в каждом городе. В разных городах одни есть, другие, третьи. А ребенок-то уже не может взять это полотно. Он не может забрать его. То есть, мама не может им купить можно дорогостоящее. И возникла идея, что такое шоу на в каждый дом, чтобы каждый ребенок стал волшебником. Это появилась просто идея на подсознание. Она даже была не написана, никому не рассказана, но она запомнилась. И в определенный момент времени я с товарищем делюсь, расскажу, вот говорю, хочу сделать вот такой набор. Его даже просто, ну, даже еще никакой идеи не было. То есть, он говорит, если ты сделаешь такой, я, говорит, тебя сразу куплю. Говорит, я, говорит, своим детям всем подарю. И это его слова, когда он сказал, я куплю. Первое, я говорю, я сделаю. И начались долгие разработки. Потому что с первого, так скажем, этапа не получилось. То есть, что-то сделал. Понял, что качество не очень. Эту идею положил в дальний ящик. Спустя 2-3 месяца я снова к ней вернулся. Потому что человек спросил, говорит, ну, что ты сделал? Ты же, говорит, разработчик, то есть у тебя тут идеи. И мне он так это говорит, давай делай. И я снова вернулся к ней. И тогда мы тоже участвовали в защите конкурса. И мы снова выиграли грант на разработку. И вот я хочу сказать, я внимательно изучила сейчас коробку. Открывать ее не буду. Ты когда успела? Вот, сейчас сидела, изучала. Я же тоже мама. Я изучаю. Во-первых, я обращаю внимание, что здесь стоит знак, сделанный в России. Это какой-то знак, который, я не знаю, как вообще. Нет, здесь, так как все-таки мы позиционируем. Да, то есть это так как просто мы делаем в России, мы ставим, делаем в России. У каждого свой значок. Ну да, то есть он свой значок. Мы сами его изобрели. Дизайнер. Сами нарисовали и обозначили свою продукцию. Ну так как у меня незакончено образование дизайнерское, то есть много что здесь рисовал вообще сам. Дальше, что очень важно на самом деле, чтобы как раз ожидания были оправданы, вот здесь вы правильно совершенно подметили, здесь вот инструкция очень-очень подробная. Во-первых, я обратила внимание сразу на значки, которые говорят, что не портят зрение. Тоже разработали вы. Снижает страх темноты. Сразу думаешь, на какого ребенка это рассчитано. Не нужно заряжать. Это тоже классно с ребенком изучить. У меня прям для открывашки сразу возникает масса идей, как это изучить. Мы электричество изучали, а вот это вот нет. Дальше идут пояснения, естественно, про сертификацию, про срок службы. Смотри, как интересно, Олег, рекомендуется, рекомендация для рисования в темноте 15-20 минут. Ты знал об этом? Что дольше нельзя? Вы консультировались при этом, кстати говоря, с врачами? Вот как раз по этому поводу нам сказали, что время рисования вообще в темноте, без разницы к фонарикам, то есть оно должно быть ограничено. При свете, то есть на наборе можно рисовать, даже вот если сейчас выключить свет в студии, то можно будет рисовать, и на нем будет рисунок видно. То есть он будет затухать просто быстрее. В темноте он держится дольше. Да, плавно затухает в течение полутора часов, и следующее изображение можно рисовать поверх предыдущего. Ты знал об этом? Ты знал, что можно в следующее изображение поверх предыдущего, и будет новый эффект? Ну, то есть мне нравится, как вы упаковали, туда, я смотрю, еще вложили, кроме вот такой инструкции, там подставочки какие-то, штучки какие-то такие, знаешь, которые тебе показывают, что ты берешь... Наверняка примеры, что можно рисовать. Да, ты берешь в руку фотографии, вот видишь? Ну, фотографии, да. кстати, наши дети? Да, конечно. Кировские. 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 которые проводятся, вот сейчас новая будет выставка в Казахстане, в Астане. У нас представитель там будет участвовать. Вот это производитель, который находится в Кирове, который занимается этой продукцией. Сейчас прервемся на полторы минуты, и продолжим разговор с нашим гостем в рамках программы «Разворотный бизнес». Прибережем вот эту историю, которую сейчас в прерыве нам рассказал Константин Перминов. Для завершения программы обязательно. А сейчас мы подключаем еще одного нашего эксперта, Сергея Половникова, директора компании «Лима Тойс». Сергей, добрый день. Буквально несколько минут посвятите нам. Расскажите, у меня было, честно говоря, откровение, когда я первый раз увидел игрушки, а потом узнал, что они производятся в Кирове, из фанеры, конструктор. Как вы пришли к этой идее, и насколько сегодня вы можете сказать, что бизнес состоялся? Алло, Сергей, вы нас слышите? Здравствуйте. День добрый. Да, слышу. Откуда идея? Ну, идея как была? То есть сначала все это начиналось с ручного труда. Делали это все руками из дерева. И у нас с товарищем есть просто любовь к дереву, так сказать, к поделкам, к этому ко всему. Потом просто пришли к тому выводу, что делать руками невыгодно, ручной труд не ценится. Ну и, собственно, сначала начинались подарки. Взяли станок лазерный. Ну, а там уже по накапану. Просто пошло по чуть-чуть, по чуть-чуть. Кто был первыми покупателями этой продукции? И рассматривали ли вы это как бизнес, или изначально это все-таки было хобби? Нет, конечно, мы это рассматривали как деятельность по жизни. Потому что нам нравится это делать. Мы любим свою работу. А первые покупатели, не знаю, там было первое время очень-очень тяжело. И выставляли просто где могли на ярмарках, а еще где-то там перезнакомых. Я как раз вашу продукцию познакомил с ней на ярмарке в Великорецком в прошлом году. И после этого понял, что без этого просто жить нельзя. Ребенку. А сегодня это уже помимо ярмарок что? Ну и рабы. Да. Помимо ярмарок сегодня какие еще есть? Сегодня ярмарки, конечно, мы представляем мало. Люди иногда ездят на ярмарки, на какие-нибудь хорошие, на выставки более-менее. В Москву тоже поедем. А так, конечно, мы сейчас стараемся просто развивать это по сетям, по магазинам. Сейчас это обороты небольшие, тем не менее, очень маленькие. Но тем не менее, то, какие основные города засунули, и как бы, ну, уже хорошо. Сергей, скажите, пожалуйста, а где вы берете материал, вот ту самую фанеру, из которой изготавливаете деревянные игрушки? Ну, материалы у нас, мы живем в России, фанеру у нас производят. То есть у нас все сырье, которое мы делаем, она только российская. Фанера наша, кировская, хорошая, красная ягодь. То есть там первые 40... Ну, хорошая фанера. Какой ассортимент игрушек у вас есть? Там, да, что вы производите? И самое главное, кто разрабатывает? Потому что для меня было тоже откровением, открытием, что вы сами делаете новые модели, не привлекая никакие там дизайнерские агентства и так далее. Ну, я уже повторюсь, что да, мы именно любим свою работу, и мы с товарищем, мы сами дизайнеры по образованию. Я, правда, сейчас ничего не делаю, а вот товарищ, да, то есть именно он разрабатывает все эти модели, все эти конструкторы. Стараемся затронуть по большей степени разные темы игрушек. У него, у товарища, его зовут Константин Зонов, он, значит, преподавал в детском центре, именно по нашей тематике, то есть они собирали конструкторы, он собирал отзывы, кому что детям надо, ну, и так собирали информацию. Сейчас же продолжаются эти занятия в лабиринте, по-моему, да? Занятия продолжаются. Занятия продолжаете вести с ребятами? А, сейчас это, Константин сейчас оттуда ушел, они ищут нового преподавателя, как только найдут, да, там будет продолжаться, снова открывается, откроется. А какого рода конструкторы у вас есть? На какие темы? Ну, там по сериям идет, в принципе, стараемся все затронуть, но сейчас, конечно, по большей степени все-таки для мальчиков сделаны там автомобили, там, не знаю, пистолеты, там еще что-то, пистолет, правда, один, ну, ну, не знаю, различную тематику пытаемся затронуть, правда, для девочек маловато, там, несколько домиков всего, но будем исправляться. Я с удивлением узнал также, что конкуренция достаточно высока, и есть производители и в Приволжье подобной продукции, но как вы себя позиционируете именно от других конкурентов, и какие ваши преимущества конкурентные вы там выставляете потребителям? Ну, конкурент есть у всех, что тут сделаешь, мы стараемся именно, как сказать, мы стараемся затронуть именно качеством, то есть мы стараемся развивать именно конструкторы, чтобы их было легко собирать, мы стараемся делать доступные для ребенка инструкции, чтобы он понимал, что это делать, чтобы это было легко, просто, чтобы это получать удовольствие, ну и берем именно тем, что российские производители, все вот эти сырья нашего, то есть сертификаты только государственные, постоянно походят проверку у нас, то есть мы стараемся именно брать именно качеством их, ну да, интересно, наверное, моделей, то есть интересно, и делаем их по дизайну. Сколько лет уже вашему предприятию, Сергей? Ну, скажем так, три. Разрослось оно за это время, сколько у вас сотрудников? Ну, сотрудников у нас немного, мы, конечно, растем, но понемножечку, то есть все собственными силами. Сейчас у нас даже двадцати сотрудников нет. Ну, станков, по-моему, там шесть стоит, да, у вас и код ведь еще есть, да, в составе? Код? Код на производстве, который ходит по лазерникам. Да, 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 код есть, код по кличке бизнес, мы его очень-очень любим, мы считаем, что он нам приносит счастье, так что он толстый, упитанный. И последний вопрос, наш член. Выходите ли вы на рынки зарубежные, хотя бы ближнего зарубежья, и участвуете ли в соответствующих выставках, вот сейчас в Алматы, например, едет делегация кировская, или пока рановато? Нет, мы поедем на московскую выставку в сентябре, то есть там попробуем, вот, а зарубеж там очень сложно сделать сертификаты, всю документацию, чтобы, ну там, в общем, ну мы будем, будем стараться, да, выходить на зарубеж. Планов есть. Отлично, спасибо. Сергей Половников, директор компании «Лема Тойс», был с нами на связи, тоже, слушай, и тоже для меня открытие, как и для тебя, вот в Великорецком это было открыто. Сейчас возвращаемся Константину Перминому, автору и разработчику продукции бренда «Звездное небо», и теперь уже больше чего рисуя светом, мы вернемся к этому как раз проекту, потому что вот в перерыве нам Константин рассказал, что оказывается, когда анализировали рынок, выяснилось, что не только в России нет подобного продукта, но даже и в мире. Да, это так, то есть, прежде чем зачищать вообще, то есть, когда приходит идея, ты начинаешь анализировать, прежде чем участвовать в конкурсе, ты понимаешь, ты выиграешь или нет, то есть, ты участвовешь для того, чтобы получить денег просто так, то есть, ты понимаешь, твоя идея, она с размером потратит тебе времени. Тратишь время, есть хорошая идея, шансы есть. Когда мы начали смотреть, вообще, то есть, продукта, готового набора для творчества, для рисования светом не было в мире вообще. То есть, этот рынок был полностью свободный. То есть, были оборудования специальные для рисования, были, то есть, листочки для рисования, то есть, какие-то вот продавали, то есть, но, как целой концепции, продукта не существовало вообще. То есть, такой набор нельзя было купить ни в одном детском магазине. То есть, сейчас позвонить в любой детский магазин, сказали, 4 года назад у вас было, они сказали, что такого не существовало. А сейчас они говорят, да, теперь есть. Вот, как раз это было очень интересно, и это был один из инструментов, то есть, убеждение получения там гранта на разработку и дальнейшее производство продукции. Вот это да. Это правда. И вы сказали в перерыве, что именно этот продукт выстрелил. Я считаю, что да. То есть, вообще, то есть, набор прорисования, то есть, светом, он выстрелил. И выстрелил в таком формате, в котором никто его не ждал. В тот момент, пока вот от идеи первого прототипа и реализации всего, я прошел всех пути. А сколько это времени заняло? Ну вот, представьте, конкурс был в 2015 году, в ноябре была защита, а придумал его там практически в сентябре. Ну то есть, наверное, постепенно. Ну то есть, больше 30,5 года. от самой идеи еще больше прошло. Может быть, просто как идея, даже она не говорила и не говорилась. То есть, она сидела. Прошло очень долго времени. И сейчас один из показателей, который мне говорят, Константин, вы вообще крутые. Ну когда приезжаю к друзьям, я говорю, да что такое? Он говорит, ну вас скопировал Китай. Вы поймите, что вашу упаковку в один-в-один, да, в один-в-один, да, скопировал Китай. Это говорит... Ну кроме вот этого, сделанного в России. они пишут, сделанного в Китае. Это, наверное, ну я говорю, ну что, для меня это не то, что показатель, но оказалось, что для других компаний, для других, кто выпускает продукцию, это очень высокий, прям когда в один, потому что так жестко не копирует никто. И прям в один-в-один. Понятно, что цена там в три раза ниже, вот, качество другое, но задача создателей и разработчиков совершенствовать продукты, разрабатывать новое, что-то придумать. Вот этим в основном я и занимаюсь. То есть моя создательность связана с тем, чтобы создавать новые бренды, создавать новые продукты и развиваться. Мы услышим скоро о новых продуктах, я так подозреваю. Спасибо. Но это пока секрет. Да, мы вам желаем, чтобы и новые продукты тоже выстреливали. Будем наблюдать, как говорит Алексей Ильин. Да, тоже выстреливать. Константин Перминов, автор и разработчик продукции бренда «Звездное небо» и «Рисуй светом», был у нас в гостях в программе «Разворот на бизнес», а мы, Олег Прохоренко и Светлана Занько, прощаемся с вами. Всего доброго, хорошего дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова